Откуда же такие подарки вдруг свалились именно на тех, кто выбрал компанию Seven Sons? Еще в 2017 году были введены требования к размеру уставного капитала застройщиков. 20-30%, точнее даже не дольщики, а потенциальные дольщики, потому что те, кто об этом пишут, их все-таки смутила такая схема сделки, и они в итоге от нее отказывались. Но пока что никаких согласований еще нет, Мария. То есть все в том виде, в каком есть сейчас. Москомстройинвест проинциировал приостановку работ здесь. Их нервы тоже, наверное, уже не в порядке, не совсем в порядке, потому что если мы посмотрим, отведем взгляд от фото зоны и переведем его на стройплощадку, иск более чем на 1 миллиард рублей. Да, так легко оперируем, так жонглируем миллиардами. Всем привет, с вами «Квартирный контроль», я бы ведущая Мария Федорова, и сегодня мы на территории Ленинского городского округа Московской области. Героем этого выпуска станет проект «Мечта», формат, о котором мечтает, наверное, основная часть нашей аудитории. Ну, вы только представьте, это многоквартирные, но всего лишь четырехэтажные дома. Жилой комплекс будет обеспечен своей школой, детским садом. Как указано на сайте застройщика, многофункциональной инфраструктурой. Также нарисован здесь и торговый центр. И все это всего лишь в 13 километрах от Москвы, как я уже сказала, в Ленинском районе, на территории поселка Мещерина. Итак, жилой комплекс «Светлый мир Биополис» от группы компании «Seven Sons Development». Если вы хоть немного знакомы с столичным рынком недвижимости, то уже вот это название девелопера о многом вам говорит. Но сначала о самом жилом комплексе и, в частности, о квартирах. Как и во всех проектах группы компании «Seven Sons», мы здесь можем рассмотреть наивкуснейшие цены. В данном случае это всего лишь 3 миллиона 323 тысячи рублей за квартиру-студию, площадью 25 с лишним 25,5 квадратов. И, как я уже сказала, прилагается инфраструктура с садиком, школой, торговым центром, закрытые дворы, ландшафтный дизайн и даже гольф-кары, которые уже закупил девелопера для того, чтобы вот эти машинки могли вам подвозить ваши тяжелые сумки к подъезду. Ну, там, как все-таки дворы закрыты для машин. Гольф-карова здесь пока не видно, но мы застали за работы экскаваторы и грузовики. Ведь еще не так давно на площадке стоял один только каток – асфальтоукладчик. Разрешение на строительство было получено в мае 2021 года. Продажи стартовали в октябре, а бронь застройщик открыл и того раньше, в августе. При этом цены на этапе бронирования на те же студии были миллионы на два повыше. Ожидается, что дома будут построены уже через год в первом квартале 23-го. По условиям ДДУ, ключи жители должны получить до конца 23-го года, ведь квартиры застройщик планируют сдать уже готовыми к проживанию. Покупателям предлагается отделка аж в трех видах и, как пишет застройщик, в подарок. О подарках говорится и на главной странице ЖК. В их числе чистый воздух, пение птиц по утрам, хвойные и лиственные леса. Но есть у меня опасения, что именно этими презентами застройщик и ограничится. Откуда, спросите вы, столь мрачные прогнозы и сомнения? К сожалению, у нас есть основания предполагать и делать именно такие прогнозы, в силу того, что у застройщика, у компании Seven Suns Development на столичном рынке сложилась не очень хорошая репутация, прямо скажем, сомнительная. Но и для того, чтобы не быть голословными, мы этот ролик сделаем таким туром по проектам выше названного девелопера, прокатимся по его проектам, посмотрим, как идут дела на его стройплощадках. Но начнем с совершенно неожиданного места. Это жилой комплекс Горкий парк. Не хочу ни в коем случае делать ему рекламу, почему мы сюда приехали. Потому что он расположен буквально напротив, в каких-то, не знаю, двух с половиной километрах от Биополиса. Неделю шесть назад мы здесь были, снимали проект. С тех пор, кстати, сразу хочется сказать, что вот этот корпус вырос на четыре этажа. И что нас сюда привело? Ну, конечно же, контраст, контраст вот в этом ценообразовании. Если там мы увидели малоэтажный жилой комплекс, в котором предлагаются квартиры площадью 25 квадратов от 3 миллионов, там, 300 тысяч рублей, то здесь это будущий муравейник, человейник, а хотите это назвать и гетто и так далее. В принципе, адекватная характеристика, конечно же. Но квартиры студии гораздо меньше. Клетушка 21 квадрат стоит здесь 4 миллиона 120 тысяч рублей. Это минимальная планка. Да, здесь квартиры предлагаются с отделкой и, кстати, даже с кухней, ну, с какой-то простенькой. Но легким движением руки мы убираем галочки с кухней и отделкой и получаем ту же квартиру за 3 миллиона 790 тысяч рублей. То есть это коробчонка без отделки, в отличие от того, что мы увидели там, то это 3 790, почти на полмиллиона дороже. При этом срок сдачи здесь заявлен февраль 24 года. И, конечно, возникает вопрос, откуда же такие вот подарки вдруг свалились именно на тех, кто выбрал компанию Seven Sons Development. Давайте разбираться. Итак, в Биополисе дома сдаются раньше, этажи здесь в 5 раз меньше, а цена при этом... Ну, давайте теперь возьмем более внятный метраж для сравнения. Однушка 37 метров в Биополисе 4 миллиона 378 тысяч. Почти такой же метраж, 36 квадратов, но уже у конкурента в горке парк 6 с лишним миллионов. Уберем отделку с кухней 5 620. Все равно на миллион 300 дороже. Как так? Ну, давайте уже посмотрим на другие проекты девелопера. Самый известный и самый, наверное, скандальный проект от компании Seven Sons Development это жилой комплекс «Светлый мир. Сказочный лес». Ну, известен он в первую очередь своим расположением. Позводится на территории, ну, по сути, да, на территории национального парка Лосиный остров. Известен своими ценами. Ну, а оскандалился он, конечно же, с Министерством природных ресурсов и с самим парком Лосиный остров. Ну, конечно, не каждому понравится строительство многоэтажек на территории природоохранной зоны. Многоэтажки – это дома в количестве четырех штук, высотой от 11 до 25 этажей, с подземным паркингом, с детским садом и даже с начальной школой. Судебные тяжбы ни Минприроды, ни Лосиному острову пока ничего не дали. Как видно, строительство ведется. Мы здесь были первый раз в апреле 2020 года. Стали свидетелями котлованных и фундаментных работ. На сегодняшний день мы видим, коробки возведены, но дела все-таки идут не так, как хотелось бы, по крайней мере, дольщикам. Было обещано, на момент нашей съемки в весеннем 2020 году, было обещано, что капуса будут сданы в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Сейчас январь 2022 года. Как видно, работы здесь еще полно. При этом, по текущей версии проектной документации, сдача в эксплуатацию должна была состояться в четвертом квартале 2021 года, который только что закончился. При этом, как вблизи, так и издалека активности какой-то, такой адекватной, да, вот этому какому-то наверстыванию сроков, мы здесь не видим. Краны стоят, рабочих на стройке. Ну, вот сейчас воздуха, да, посмотрим, может быть, мы что-то разглядим. Конечно, рабочих на стройке не видно. Единственное, только что штуки три, наверное, КамАЗа проехали туда-сюда. Сегодня на сайте этого ЖК говорится, что ключи будут переданы дольщикам во втором квартале текущего года, то есть через 3-6 месяцев. Ну, вот сейчас подошли поближе. Я увидела, что здесь вот ведутся работы, ну, видимо, по прокладкой коммуникации, вот работает экскаватор. На этом корпусе два рабочих целых, но интенсивность работы меня лично совершенно не удовлетворяет. Если бы я была бы дольщиком этого проекта, я бы испытывала бы сильнейшую тревогу. В общем, ситуация настораживает, не внушает никакого оптимизма, но дольщиков, конечно же, изначально должно было насторожить и местоположение проекта. Да, понятно было, что возникнут проблемы, какие-то противоречия с Министерством природы и с местными жителями, да, с жителями района, как минимум. И сама по себе схема продаж здесь тоже довольно-таки экзотичная, но я подробнее об этой схеме расскажу чуть позже, пока отправимся на следующий объект. Посмотрим, как дела идут там. И, ну, наверное, все-таки убедимся, да, что это не единичный случай, а это система, да, стиль работы этого застройщика. Еще один проект с ветлем зарождения, которого мы стали, это жилой комплекс, ну, также формата светлый мир, но уже в стремлении к свету. В апреле 2020 года мы увидели здесь подготовительные работы, это была расчистка участка, рытье котлована только начиналось. И на тот момент состройщик говорил о том, что он будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Сдача здесь, конечно, пока не пахнет. Тогда, весной 2020-го, я высказала сомнения относительно соблюдения таких сроков. Конечно, это совершенно объективно. Монолитные дома построить меньше, чем за два года, ну, это редко кому удавалось, тем более 25-ти этажки. Здесь возводятся дома в две очереди. Всего их будет, всего строения будет 9 высотой, 25 этажей, плюс два садика. Подземный паркинг здесь также запроектирован. Но уточню еще момент, один по первой версии проектной декларации. Сроки вообще назывались третий квартал 2021 года. По текущей версии это второй квартал, 22-го. Ну, если вы не очень ориентируетесь в кварталах, то второй квартал начинается в апреле и заканчивается 30-го июня. Вот как вы считаете, за меньше, чем полгода возможно достроить, вот, в принципе, здесь, да, еще даже коробки не до конца возведены. Выполнена кладка из блоков на нижних этажах, где-то виден даже утеплитель, оконные блоки, опять же. Но если реально смотреть на ситуацию, то работа здесь еще на год как минимум. Опять же, если не будет каких-то приостановок, которые здесь уже случались, ну, вот уже есть свершившийся факт, что в феврале прошлого года 2021 Москомстройинвест проинциировал приостановку работ здесь. Причина этой инициативы в том, что в адрес застройщика, специализированного застройщика Эверест Трейд, который входит в группу компании Seven Sons Development, было подано заявление о банкротстве. Также ОАО РЖД подало в суд на застройщика, а заодно и на департамент городского имущества. РЖД подавали в суд на признание договоров земельных участков недействительными, но суд все-таки принял сторону застройщика. Ну, почти все договоры, которые могли, на первой очереди уже заключили. В продаже на момент съемки и монтажа висит всего лишь одна трешка. Как и в сказочном лесу, квартиры здесь реализовывались по ценам гораздо ниже рыночных. И вот опьяненные вот эту вот дешевизну, и люди заключали договоры на, в общем-то, тех же странных условиях. Когда часть средств шла на escrow счет, как пишут дольщики, это 20-30%, точнее даже не дольщики, а потенциальные дольщики, потому что те, кто об этом пишут, их все-таки смутила такая схема сделки, и они в итоге от нее отказывались. То есть 20-30% идет на счет escrow, который в случае банкротства или каких-то других неприятностей возвращается дольщику, а остальные 70-80% уходят в неизвестном направлении. Поэтому, ну, представьте себе ситуацию, в принципе, даже если вам возвращают полную стоимость, которую вы внесли, да, ну, по стандартной схеме, по классической, вы получаете свои, допустим, там, 5 миллионов, которые вложили когда-то на сегодняшний день, это уже не те деньги, за которые можно приобрести недвижимость в Москве. А здесь вы получаете даже не 5 миллионов, вы получаете свой миллион-полтора, ну, и дальше чешите затылок. Хорошо, конечно, если этого не произойдет, но мы уже видим существенное смещение сроков сдачи. Опять же, повторю, что здесь работа еще минимум на год, то есть нужно долить коробку, нужно выложить ограждающие конструкции вот из блоков, нужно все это утеплить, облицевать, нарисовать тех вот бабочек, которые мы видели на фасаде. Вызывает вопрос и площадка на второй очереди. Разрешение на строительство трех корпусов на этом участке было получено весной 2021 года, но начало продаж менеджеры анонсируют не ранее, чем на лето 2022. Вернемся в ЖК «Светлый мир Биополис» и узнаем, какие здесь условия сделки. По условиям договора долевого участия дольщик открывает аккредитив, на котором лежат его деньги до момента регистрации ДДУ. После этого средства поступают на счет эскроу, но давайте уточним эти нюансы у сотрудников отдела продаж. Правильно я понимаю схему, что я открываю аккредитивный счет, где деньги лежат до момента регистрации договора в Росреестре? Верно? Правильно, да. А потом на эскроу счет перейдут. После того, как он зарегистрирован, деньги переходят на эскроу счет в полном объеме. Сколько стоит квартира по стоимости договора? Так они туда и переходят? Еще так, да. Еще один существенный момент, на который указывают участники других проектов компании, это договор бронирования. По его условиям, потенциальный покупатель должен оплатить 50 тысяч рублей, но по опыту несостоявшихся дольщиков, эти деньги не возвращаются ни в случае отказа банка в ипотеке, ни тем более в случае, если вас смутили условия сделки, ни даже в случае, если сам застройщик не выполняет своих обязательств по этому же договору бронирования. На проекте «Биополис» сейчас говорится о двух очередях застройки. Всего на участке в 48 гектаров планируется возвести 27 корпусов и социалку. К какой очереди относятся садик и школа по картинке, не понять. Но сразу нужно задать себе вопрос, куда вы будете водить ребенка в случае задержки строительства и ввода социалки? Так, и садик школа. На схему смотрю, не совсем понятно. То есть они как бы между первой и второй очередью указаны. На посылку муниципальных постройок я вам точно не смогу ответить. Они скорее в следующую очередь будут реализованы. На первых этажах там что-то магазины, вообще коммерция какая-то? Нет, там нет магазинов. Первый этаж у нас в живой виде. У нас торговый центр отдельно стоящий. Торговый центр тоже это, видимо, со второй очереди пойдет, да? То есть вот сейчас, допустим... В первую очередь ориентируйтесь, Мария, на то, что будут построены только дома. В первую очередь это только дома. А в вторую очередь вы в какие сроки планируете построить? Я вам точно не смогу сейчас сказать, потому что в определенный момент мы можем начать строить, и это не так долго при малый этажном строительстве. Ориентируйтесь, вот, я думаю, года, полутора до заселения в первую очередь. Примерно так. Но точных сроков сейчас еще нет. Пока что на скуса, а не все. То есть, грубо говоря, к 25-му году, к середине 25-го года можно рассчитывать, да, на социалку? Я думаю, да. 5500 квартир. Если предположить, что в каждой, ну пусть в каждой пятой семье будут дети, то это как минимум полторы тысячи ребятишек, которым нужна школа и детский садик. Открываем карту. Ближайший садик мы видим в Горках Ленинских примерно в двух с половиной километрах. Школа в Чурилково, это уже 5 километров. Но мощность этой школы явно не рассчитана на еще один микрорайон. Конечно, если есть огромное желание жить именно здесь, то можно рассмотреть и другие локации, возить туда ребенка. Но для начала посмотрите в той же карте, где находится ближайший остановочный пункт общественного транспорта. Ну, далековато, правда? Окей, у нас есть машина. У нас есть машина, у нас есть время и желание возить ребенка, там, не знаю, хоть в Москву, хоть в Видное, куда угодно. Но здесь нужно задаться вопросом, а насколько комфортно вам будет выезжать из Биополиса по утрам? Вот мы в этот раз с оператором заехали со стороны СНТ Колос. Ну, поняли, что это совершенно не вариант для подъезда к жилому комплексу. Но существующий сегодня подъезд через ЖК Южные Горки – это дорога по одной полосе в каждую сторону. И потянет ли она вот эту перспективную нагрузку – большой вопрос. Но, на мой взгляд, все-таки нет. Еще раз, 5500 квартир в итоге. Кстати, застройщику именно этого комплекса Южные Горки компании RDI в прошлом принадлежали земли, где сейчас строится наш герой. И вот ваши соседи, потенциальные жители Южных Горок, уже могут поделиться с вами впечатлениями о том, как им живется здесь без дорог и социалки. Знаете, в нашем микрорайоне очень долгие годы отсутствует полностью социальная инфраструктура и очень большая проблема с общественным транспортом. Также наш застройщик RDI с 2016 года обещал нам садик, парковки и все остальное. Однако нам стало известно недавно, что плотность населения увеличится в два раза. И при этом в проект застройщика не предусмотрен проезда для общественного транспорта и выезда из микрорайона, которые есть в действующем проекте планировки территории и в генеральном плане Еленского городского округа. Что по перспективам дорог, транспорта, общественного транспорта, автобусов, остановок? Пока что никаких согласований еще нет, Мария. То есть все в том виде, в каком есть сейчас. Потом, возможно, будет выезд сразу на трассу А-105, но это тоже на никакие согласования. Само может измениться транспортная доступность, ввиду того, что 5,5 тысяч квартир у нас, порядка 12-12,5 тысяч жителей. То есть, скорее всего, будет меняться транспортная доступность. Но в какой момент, потому что сейчас никто не сможет сказать. Если предположить, что со временем все-таки будет построен выезд на трассу, то нужно понимать, что это произойдет не одновременно с вводом первой очереди. А значит, такие ресурсы, как терпение, оптимизм и, конечно, свободное время, должны быть у вас в избытке. Давайте продолжим анализ показателей надежности этого застройщика и перейдем на его сайт. Не поверите. На сайте мы видим необходимый состав документов. На данный момент застройщикам оформлена документация на 12 гектаров, которые будут застраиваться в три этапа. Сразу обращаем внимание, что в качестве застройщика в документах фигурирует Seven Sands Development MSK «Восток», но название проекта иное – «Квартал развития человека.Роста.Лаб». Судя по всему, такое название проект носил до старта продаж, потому что уже в сентябрьской проектной декларации указан светлый мир «Биополис». В проекте ДДУ мы также видим точку роста «Лаб». Ниже указано, что «Биополис» – это маркетинговое название жилого дома. Да, принципиальные моменты совпадают – название застройщика, кадастровый номер и так далее. Но вот такой нюанс существует. В одном документе маркетинговое название, в другом – иное. Легко запутаться. Участок находится в собственности застройщика. Куплен на заемные средства. Основной кредитор – банк «Дом.РФ». Это отражено также в публичных документах в бухгалтерском балансе. Так, тут виден размер основных средств – 1,428 млрд. В балансе, напомню, к указанной цифре прибавляем еще 3,0. Вот так вот принято в этом документе. Так, спускаемся ниже. И видим, что из этой суммы 1,419 млрд – это заемные средства. Так, ну и раздел «Уставный капитал» тоже не пропустим. 10 тысяч рублей. Кажется, еще в 2017 году были введены требования к размеру уставного капитала застройщиков. И он, этот размер, должен быть пропорционален планируемому объему строящегося жилья. И размер уставного капитала – это все-таки индикатор, важный индикатор, с помощью которого мы можем понять, насколько застройщик вообще способен выполнить взятые на себя обязательства. Вот северо-востоками прибрались на юго-восток Москвы. И здесь встречаете третий проект от группы компании «Севенсанс Девелопмент». Мы были здесь в марте 2021 года, меньше года назад. И, конечно, хотим посмотреть, что изменилось на этом проекте. А перемены здесь заметные, яркие, я бы сказала. Вот, например, появилась вот эта вот фото-зона с оленями. Хотя, не знаю, мы же были не в новогодний период, может быть, и тогда это было. Ну, вот, наверное, приятно здесь потенциальным дольщикам пофотографироваться, да, и помечтать о том, как им будет здесь удобно и комфортно жить в их новенькой квартире. Что же касается реальных дольщиков, то их нервы тоже, наверное, уже не в порядке, не совсем в порядке. Потому что, если мы посмотрим, отведем взгляд от фото-зоны и переведем его на стройплощадку, но, правда, только с помощью кадрокоптера, потому что за забором мы ничего не увидим, то там будет совершенно унылое кино. Мало чем отличающаяся картинка от того, что мы видели весной прошлого года, в марте 2021. Итак, «Светлый мир» станция «Л». Это пять корпусов высотой в 26 этажей, которые возводятся на границе пиковского жилого комплекса «Люблинский парк» и строятся по пиковской же технологии, где подземная часть и первый этаж – это монолит, а все, что выше, из сборного железобетона. Разрешение на строительство здесь было получено в 2018 году, что позволяет девелоперу в данном случае продавать квартиры по старой схеме без использования эскроу-счетов. Работы на площадке стартовали в конце 2020 года. Что же касательно сроков, то они называются до сих пор прежними. Как мы и говорили, ну почти год назад, да, 10 месяцев назад был заявлен срок сдачи конец 2022 года, то есть текущий. За этот период должны здесь вырасти 25 этажки. Я, конечно, понимаю, что дома из сборного железобетона строятся быстрее, чем монолитные. Да, повторяю, что в среднем берется два года на возведение монолитной многоэтажки. Но это же какое шевеление должно быть на стройплощадке для того, чтобы мы могли с вами надеяться, что дома будут сданы в конце текущего года, то есть через 11 месяцев. Еще один проект застройщика – клубный дом на Рублевке, точка отчета и квартал. Реализуется он под вывеской некой и девелопмент, но в официальных документах мы видим спецзастройщик STM Development – одна из девяти компаний, входящих в состав Seven Sons. Это все легко проверяется. И стать владельцем недвижимости в столь престижной локации нам предлагают по цене от 13 миллионов 800 тысяч. Столько стоит студия в 36 квадратов. Сдать эту красоту планируется в четвертом квартале текущего года. Ну, давайте прикинем. В апреле 2021 года видим подготовку площадки. Спустя 9 месяцев работы на минус втором этаже. Да, монтаж подземного уровня – это всегда дорого, долго и сложно, поэтому темпы на данный момент можно назвать адекватными. А будет ли проект сдан до конца года? На мой взгляд, нет, не будет. Максимум, что мы можем здесь увидеть в декабре 2022 года – это бетонная коробка, пока без облицовки и, конечно, без внутренней отделки. Мы увидели с вами, что на территории Москвы готовых проектов от Seven Sons Development нет. То есть судить о надежности застройщика по московским объектам мы пока не можем. Но если набраться какого-то оптимизма, пофигизма, еще там чего-нибудь, и предположить, что да, все будет сдано в срок, коробки будут построены, мы получим свои ключи, пусть это уже, да, очевидно, что с задержками, то следует, конечно, задаться вопросом о качестве строительства. На различных площадках вы найдете и видеоматериалы, и обилие отзывов о состоянии зданий, об отделке и инженерных коммуникациях. Но это на территории других регионов, где девелопер уже реализовал свои проекты. Ну и посмотрим на судебную активность застройщика девелопера, потому что, да, в этот холдинг Seven Sons входит несколько компаний. Так, 2018 год. Иск от промсвязь банка на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот это дело в рамках ЖК «Светлый мир внутри». Это, опять же, Питер. Питерский регион. Так, значит, промсвязь банк. В 2019 году это дело было закрыто, и по условиям реструктуризации кредита застройщик должен погасить его до 2022 года. Так, следующий иск. Terra Nova. Начало 2019 года. Иск о банкротстве. Так, иск более чем на 1 миллиард рублей. Да, так, легко оперируем, так жонглируем миллиардами в легкую. Так, еще один миллиардик. Решение арбитражного суда города Москвы. Специализированный застройщик Grand Next. Также входит в Seven Sons Development. Итак, 1 миллиард 636 миллионов взыскать в пользу департамента городского имущества. Всего лишь 1,6 миллиарда. У вас остались иллюзии относительно устойчивости и расторопности девелопера? У меня нет. У дольщиков проекта «Светлый мир» станции L, конечно, сохраняется надежда, но боюсь, что на поддержку нервной системы им приходится тратить немало. Мы с вами увидели систему. Квартиры девелопер реализует по низким ценам, при этом основная часть проектов уже показала существенное отставание по срокам и обилие проблем на всех фронтах. Вернитесь к началу моего ролика и уже сами задайте вопрос. Почему предложение в малоэтажном проекте «Светлый мир Биополис» минимум на миллион дешевле квартир в очередном самолетовском человейнике? Можно ли считать вот этого застройщика надежным, застройщика, у которого за столь короткий срок количество исковых заявлений, заявлений о банкротстве, чуть ли не больше количества объектов, которые он возводит? То есть с 2018 года, я вам перечислила, если недостаточно, я думаю, можно поискать еще. Если для вас эти доводы кажутся незначительными, то хотя бы подумайте о том, куда вы будете, ну, если вы семейный человек, если у вас есть дети, куда вы будете водить своих детей до момента, пока не будет построена собственная социалка. Как вы будете выезжать отсюда? Нет ли у вас опасений, что вы окажетесь просто в запертии здесь? И хрен с ним, ладно, вы опоздали на работу. А если к вам опоздала скорая, или эта скорая опоздала к вашим родителям, бабушкам и дедушкам, для которых вы здесь собираетесь купить квартиру, чтобы освободить там их, да, и вывезти из московской квартиры, занять самому, подумайте об этом. На мой взгляд, у компании очень много косяков и вообще каких-то непонятных обстоятельств вокруг нее. В данном случае мы с вами не можем никак повлиять на этот факт, на эту ситуацию, зато мы можем, повторяю, включить голову и еще раз все тщательно взвесить. Ну и, как всегда, ваше решение – это ваша ответственность. Мы же можем только пожелать вам правильного выбора и верных решений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!